Здравствуйте дорогие друзья! С вами передача «Фокус на человека». Предполагаю, что многие из вас знают, что такое травма или психотравма. Для тех, кто не знает, напомню или скажу, что это испытанный в детском, подростковом или взрослом возрасте сильный и длительный эмоциональный стресс, негативно влияющий на развитие и психическое состояние человека. Простыми словами говоря, это штука, на которую мы постоянно наталкиваемся в обычной жизни. Воспоминания не дают нам жить в полной чаше, в полных эмоциях, развиваться и так далее. И это очень неприятная штука и, в общем-то, довольно опасная, потому что может испортить и качество жизни, понизить и повлиять вообще на состояние здоровья. Исходя из важности этой темы, сегодня мы познакомим вас с очень эффективным и уникальным методом работы с травмой. Метод называется очень сложно, но вы потом поймете, когда вам специалист расскажет, что это очень и очень важно. Метод называется десенсибилизация и повторная обработка движением глаз по-английски EMDR или ДПДГ по-русски, но более подробно у специалиста. Итак, гость сегодняшней передачи Эльвира Эльдаровна Салихова, клинический психолог, EMDR специалист, терапевт и преподаватель Поволжского института непрерывного профессионального образования. Здравствуйте, Эльвира. Здравствуйте, добрый день, Наталья. У нас, да, у нас сегодня с вами очень важная, особенно с учетом сегодняшнего дня, тема и, наверное, сначала все-таки пару слов о том, что такое, я буду говорить в русском варианте, ДПДГ, да, десенсибилизация с помощью повторного движения глаз. И потом уже мы поговорим немножко о травме, о предмете, с которым работает этот метод. ДПДГ, десенсибилизация и переработка движением глаз, и EMDR, да, Eyes Movement Desensitization and Reprocessing, да, если говорить точно. Что здесь происходит? Это метод, который основан на комплексной переработке всех воспоминаний, которые оказались для нас травматичными. Все, что происходит в нашей жизни, если случается какая-то ситуация эмоционально нагруженная, причем не всегда это только негативные эмоции. Также в EMDR есть, мы говорим о том, что если эмоциями даже положительными нагружена какая-то ситуация, она тоже может оказаться травматичной. И для того, чтобы не формировалась, да, определенной нейронной сети, в которой словно в вакууме осталось это воспоминание, а воспоминание, оно закрепляется на уровне сенсорной информации, то есть это картинки, это образы, это вкусовые ощущения, это запахи и просто телесные ощущения, да. Следующие могут запечатляться также наши какие-то убеждения или наши эмоции. Также в этом, когда формируется такая патологическая нейронная сеть, там также могут застревать просто какие-то наши с вами непройденные телесные ощущения, да. И все это образует определенную сеть. Вот именно с этим, именно с этим таким травматическим опытом работает EMDR. Если все это в одно слово облечь, то в принципе мы говорим о застревающем каком-то, да, моменте. Абсолютно верно, да. В любом случае, будь то воспоминания положительные или отрицательные, но человек тем или иным образом все время в это застревающее состояние попадает. Верно. Как раз Питер Левин говорил о том, что любое наше какое-то травматическое событие, которое мы прошли, где наша психика испытала сильные нагрузки психологические, происходит именно вот эта вот капсуляция, да. То есть человек в этот момент находится в состоянии замирания. Он находится словно, попадает в ситуацию, где он не может найти ресурсы внутренние, с которыми он не может справиться. Он попадает в некое состояние, где он бессилен. Либо он чувствует себя вне безопасности, либо он теряет контроль на ситуации. И он ничего с этим сделать сам в данный момент, с этой ситуацией не может. Если клиент приходит и говорит, что я не понимаю, что со мной, когда в определенных ситуациях у меня происходит ступор, или, допустим, на меня кричат, и я никак не могу отреагировать, или я слышу запах, и меня как будто обездвиживает, он меня относит сразу туда-куда-то, да, вот в ту самую капсулу он попадает. Вот все такого типа ситуации, это ваш метод с этим работает. Да, абсолютно верно. И здесь МДР опирается на модель АПИ. Что такое АПИ? Это адаптационная переработка информации. Если не во всех ситуациях, на самом деле, мы из них не можем выйти. Не все ситуации становятся для нас травматическими, да, не все ситуации стресса сразу ведут к травме. Это миф, потому что у нас есть адаптационные процессы, да, мы можем с каким-то стрессом справиться. И тогда у нас есть внутри нашего мозга вот эти связи с другими событиями, где произошло, то есть, например, случилась какая-то ситуация, где было много стресса, казалось безвыходно, но тут же мы нашли на что опереться или нам помогли, тогда эта информация, она не будет записана как травматичная, да, так как у нас есть адаптационный механизм организма. Но бывает так, что именно вот эти непереработанные, непереработанные ситуации, они как будто бы изолированы от всех других адаптационных процессов, от тех моментов, когда мы справились. И они существуют как бы отдельно. То есть человек может столкнуться с тем, что я вроде бы уже не боюсь сцены, да, то есть был какой-то у меня опыт, когда я выступал с чем-то, столкнулся, не справился. Но да, я вспоминаю, у меня там, я помню об этом случае, но в то же время я знаю, у меня есть другой опыт, где я выходил на сцену, я справлялся, и есть вот эта связь, вот этот канал, он налажен. А бывают такие ситуации, если это было гипер для человека, гиперстрессовая ситуация, что один какой-то момент, он закапсулировался, и он помнит только этот случай. Хотя до этого, предположим, было много ситуаций, где он с этим справлялся. Но почему-то так произошло, что именно эта ситуация, это зависит от наших внутренних и от нервной системы, от того состояния, в котором мы находимся, и от того, насколько у нас хватает ресурсов справиться с этой стрессовой ситуацией. То есть, условно говоря, одна и та же ситуация, но в разных обстоятельствах, может привести к травме, либо не привести к травме. И чаще всего, наверное, травма, ну опять-таки условно, да, формируется, если человек в какой-то стрессовой, дистрессовой ситуации не поддержал, не получил какую-то поддержку, да, остался один на один с оценками, допустим, с негативом, с агрессией, не получил вот этого возможности прожить ее, проработать и канализировать, так? Да, многие теории говорят об этом. Так как там, где есть потеря в безопасности или вот какой-то провал там, где нет ресурсов на то, чтобы с этим справиться, как раз это и происходит. Вот я читала не так давно, что сейчас вот как раз по поводу травмы мы сейчас с вами поговорим, да, что является травмой еще. Некоторые стали говорить о том, что вот эта травма, она немножко превозносится. Типа травма, вот как это, вот буквально цитирую статью, ребенку в детстве не купили велосипед, и это стало для него такой травмой, что он, значит, всю жизнь с этой травмой носится. И другое дело, что это, ну, это как бы не считается травмой, а вот если человек пережил там насилие, травму, ну, то есть боевые какие-то дела, потом автокатастрофы, ну, то есть действительно экзистенциальные такие вещи, да, смерть близких, то да, вот там вот может быть травма. С другой стороны, мы же психологи, мы понимаем, что страдание человека очень сложно под какие-то нормативы подвести. И, наверное, тот человек с велосипедом в детстве пошел тоже к психологу не просто так, а потому что, как говорится, в каждом велосипеде, который я встречаю на улице, я вижу свою несыгранную историю, несостоявшуюся. Тема актуальна, действительно, да, то есть даже когда МДР в 1987 году был открыт Фрэнсен Шапирой, то есть способ справиться с тяжелыми эмоциональными состояниями, да. Это США? Да, да. Изначально метод работал как раз-то с теми последствиями после катастроф, аварий, после землетрясений, да, с военными, которые прошли военные действия. Но в дальнейшем стало понятно, что метод работает не только с этим. Конкретный пример с велосипедом, да, мы не можем его рассматривать как конкретный один только пример. Понятно, что за этим велосипедом стоит какая-то история. И, скорее всего, вот если брать конкретный велосипед, как гипотетически, как бы могли развиваться события, чтобы уйти в травматическую реакцию и не уйти, да, в травматический стресс и реакцию. То есть, если за этим стоит, что ребенка никогда не слышат, да, его игнорируют, он недополучает принятие, его эмоции не бывают услышаны, да, то есть эмоциональная холодность со стороны родителей, то тогда этот велосипед, он может быть просто неким усиленным таким проявлением того, что его желания не были распознаны, услышаны родителями, да. Если все нормально в семье, если ребенок, да, получает взаимопонимание, если он эмоционально контактный с ним родители, да, то тогда покупка, не покупка этого велосипеда, она не будет травматична для него. Так как хватает ресурсов, чтобы с этим справиться, тогда мы вообще можем сказать о том, что это адаптационный стресс. Любой стресс, он может, и дистресс, который, если накапливается стресс, он может перейти в дистресс, да. Наш организм, в зависимости от нашего эмоционального состояния, от наших ресурсов, от того, как работает наша нервная система в данный момент, может, на данный момент есть теория о том, что справляется тремя видами, тремя способами. Первый способ, это когда он является, этот стресс для нас, адаптационным, то есть наша психика, наша нервная система может с этим справиться. И тогда все хорошо. То есть у нас появляется то, что, ну да, было тяжело, но я справился, да. Я молодец, и я вырос. Я молодец, и я вырос за счет этого, да, верно. Есть такое следующее развитие событий, это когда стресс сильный, и действительно человек с чем-то столкнулся с таким, но после этого он наоборот делает определенный скачок в развитии. То есть для него это становится, внутренне все резервы организма поднимаются, и он начинает наоборот более активно проявлять себя, его жизнь, качество улучшается. То есть это тогда не является травматической реакцией на данную ситуацию. Но может быть также, если со стрессом не справился, нервная система не смогла с этим справиться, психике не хватило ресурсов, человек не нашел опору, безопасность какую-то, тогда это может стать травматичным. И здесь нужно отметить, что стресс сначала накапливается, становится дистрессом, процессы есть. Если дистресс снова, какие-то проблемы происходят, следующим этапом это будет травматическая реакция, да. Если в травматических реакции очень много что-то происходило, то это переходит в травматическую ситуацию. И в травматической ситуации, накопившись, она потом будет переходить в посттравматический стресс. А если таких ситуаций, где было что-то незавершено, накопилось, стал посттравматического стресса очень много, да, тогда это может перейти в расстройство. То есть у нас есть прям такая логическая цепочка. Да. Немцы, немецкая модель предлагают такой способ видения развития ситуации. То есть вот эта фраза о том, что вопрос, который мы с вами обсуждали, а можно ли с травмой вообще ничего не делать, из категории само пройдет, это не тот случай. Смотрите, опять же, мы говорим о том, что есть три. О третьем типе, если мы говорим о третьем типе. Да, да. Тогда человек, что будет в его жизни происходить, да, наверное, здесь важно тоже об этом сказать, это будут флешбеки. Что такое флешбек? Это когда действительно про ту картинку, воспоминания, которую вы говорили, постоянно, просто так, в обычной жизни начинает всплывать. И человек переживает об этом, он вспоминает этот случай. То есть та ситуация, где он не справился, да, она как будто бы всегда перед глазами. Это нарушение сна, это нарушение психосоматическое. То есть могут начаться заболевания, которые медики, в принципе, не распознают как болезнь, вроде все хорошо. Мы не понимаем, что происходит. Такое часто случается у детей. Вот. И вот эти все проявления мешают жить, мешают общаться, да. Вообще вот эти воспоминания влияют на то, как человек общается с другими. Если это действительно психическая травма, да, то мы наблюдаем то, что происходит снижение коммуникативных способностей. Человек может хотеть всегда находиться дома. Мне никто не нужен, мне одному хорошо, да. И при этом я плохо сплю, но лучше я останусь дома, я не хочу идти к врачам, да. То есть и здесь наблюдается, например, тревожное расстройство, да. Это когда вот уже перешло в расстройство, да. Здесь депрессия. 50 процентов, сейчас доказано о том, что 50 процентов расстройств, это как следствие как раз психотравмы. А давайте вот прямо проиллюстрируем на этом примере с велосипедом все три вида вот этих вот травм, которые можем, ну, ситуации, которые может страдать. То есть первый случай, вот я так понимаю, что ребенку не купили велосипед, он с этим справился. Ну, не купили, в следующий раз купят и живет себе дальше спокойненько. И через какое-то время, например, он этот велосипед получил. Второй вариант, когда ребенку не купили велосипед, и он вырос, но став взрослым, он поработал с этим, может быть, осознал, но он пошел, купил и стал ездить на велосипеде столько, сколько он захотел. Второй вариант, да. И третий вариант, когда ничего не произошло из первых двух, и человек уже, будучи взрослым, ну, условно говоря, в каждом велосипеде не то, что видит свою боль, да. Он видит в звонках велосипедных, он видит в цвете велосипеда, он в смеющихся лицах видит свою боль, которая с удовольствием ездит, и что-то ему мешает, вот как во втором случае, пойти, купить и сесть на этот велосипед и кататься. Да, верно. Еще, может быть, какой сценарий развития, да, то есть если мы говорим про адаптационный стресс и про зону роста, то есть тогда он понял, смотря в каком возрасте находится ребенок, да, что можно, например, накопить. Или я как-то могу заработать, да, и тогда эта ситуация помогла ему что-то, поверить в себя, что, о, а я, оказывается, умею там что-то делать. Есть какая-то деятельность, которая уже сейчас может принести мне денег, да, я могу накопить, и тогда вот я вырос, в смысле вырос прямо здесь сейчас, да, как личность, и я могу сам себе это обеспечить. Либо если у родителей не хватало, например, денег, добавить. Да, то есть вот тот сценарий, который самый неблагополучный, да, мы здесь должны все-таки учитывать, что была какая-то предыстория. И, конечно, он придет работать, вот он на МДР, предположим, сессию, принесет вот этот вот велосипед, скажет, я вообще не могу, у меня такие реакции. Если я вижу этот велосипед, то там либо злость, либо я все время сразу плачу, да. И как раз мы и начнем в процессе сессии искать то первичное событие, в котором были эти сенсорные все моменты, да, образы. Маркеры такие все. Именно эти образы. То есть из того, что происходит сейчас, мы узнаем сначала, как он это воспринимает, что он видит, что он чувствует, какие телесные ощущения есть в этой ситуации. То есть это называется триггером в настоящем. Вот эти все звонки, сам велосипед, лица людей, это триггеры в настоящем. То, что он видит и его относит, вот сразу всплывают, может быть, это не воспоминание в образе картинки. Бывает так, что это просто телесные ощущения. Особенно если это ранняя травматика, то может быть такое, что человек не вспоминает какой-то визуальный образ. Это все происходит на уровне тела. То есть просто поднимается какое-то эмоциональное ощущение. Здесь есть точно какие-то механизмы, которые были уже тогда потеряны, да, и уже тогда на ранних этапах что-то телесно ребенок переживал. Это даже, возможно, период дословесного развития, да, когда еще нет в полной мере осознанности, да, но телесные ощущения, эмоции уже есть. Да, то есть страх, ощущение безысходности, когда, например, ребенок хочет кушать, да, почему он кричит? Потому что ему нужно вот эту безопасность вернуть через маму, через то, что кто-то его взял на руки, через то, что его покормили, да. Если этого не происходит, да, синдром госпитализма, да, мы об этом знаем. То есть как раз запускаются на уровне телесных ощущений вот эти процессы, с которыми мы потом, возможно, столкнемся на сессии. То есть может быть не эти проблемы, а могут быть и эти проблемы. Я просто сейчас подумала, какой пласт работы предстоит специалистам вашего уровня, вашего профиля, с учетом невероятной гаджетизации сегодняшних детей и невероятного недостатка в контакте, прямом контакте родителей с детьми. И хочется здесь обратить внимание, что все-таки по умолчанию важные вещи, которые мы с вами проговорили, боевые действия, там, жертвы, катастрофы и так далее, ну, прям вот безусловно, и насилие, да, но в то же время вот то, что остается чаще всего под водой, а там невероятно большая часть айсберга, это семейное и вот такое эмоциональное насилие, то бишь холодность, отстраненность, оценка, недооценка, гипертребования, формирование достигаторства и так далее. Это все вещи, которые формируют в будущем у человека вот этот синдром, с которым и работают как раз специалисты. Но я думаю, сейчас мы вот достаточно про травму уже поговорили, и сейчас вот будет, что называется самое интересное, чем меня привлек ваш метод, потому что я знаю, насколько эффективна, безусловно, психотерапия, но она все-таки занимает время. У вас просто сумасшедший просто бонус – это скорость вашего излечения. Давайте уже поэтому перейдем непосредственно к работе метода. Итак, с какими запросами, проблемами, состояниями работает терапия? Мы уже по большому счету проговорили. Есть еще что-то добавить об этом? Также с расстройствами, в принципе, тоже я затронула этот момент. Работаем, то есть мы работаем с депрессиями, с генеративными, трансгенерационными травматиками, то есть теми травмами, которые пришли с поколением, то есть достались нам от мам, от бабушек. Вы сейчас про семейные сценарии говорите? Да, в том числе. Ничего себе, здорово. То есть и с тем мы работаем, что, например, действительно, у ребенка мы не можем сказать, что это вот прям катастрофа какая-то, то есть единичный случай. То есть в те моменты, когда человек находится, взращивается в ситуации нестабильности, повышенного эмоционального стресса, в те моменты, когда нужно всегда выживать. Также здесь обращаются в те моменты, что мы видим, то есть обратиться могут с чем угодно, но когда мы работаем по нашему протоколу, и когда мы идем в прошлое, мы видим, что сильнейшее влияние оказывают кризисы, разводы родителей. То, как ребенок рос и видел ссоры, когда было эмоциональное или физическое насилие к одному из родителей, все это очень сильно травмирует психику ребенка. И вырастая, потом человек, исходя из этого, начинает свои строить отношения или не строить их. У меня был пример прям конкретный. Приходила клиентка, которая говорила о том, что в ее семье мама с папой никто никого не бил, то есть все было мирно, но мама почти каждый день плакала. И вот это у клиентка пришла в общем-то, вот с этим она говорит, я не могу от этого избавиться, я вижу это постоянно перед глазами, и я не могу от этого освободиться. Что мне делать? Да, здесь НБР очень эффективно работает с этим. Так как принцип на том, что есть какое-то событие в прошлом, где вот эти все эмоции, сенсорные восприятия, все накопилось, и оно, еще раз повторюсь, закапсулировалось. И тогда наша задача переработать все, что было там, для того, чтобы появились, во-первых, напряжение там снялось. И что происходит на уровне головного мозга? То есть когда мы делаем, это называется мост, от настоящих событий туда в прошлое, и мы там работаем либо с самым первым воспоминанием, которое приходит, либо с самым острым воспоминанием из детства, которые есть по всем тем же самым моментам, то есть именно чтобы эмоции были те же, телесные ощущения, какие-то убеждения, мы находим это изначальное событие. И вот здесь сейчас на сессии мы актуализировали, то есть когда человек вспоминает такое событие, ему ничего специально не нужно делать, он как будто в нем живет. То есть вот то, что вы говорите. В этой капсуле. Да, постоянно, то есть оно постоянно здесь. И когда это не переработанная информация, когда это не переработанный травматический момент, то все эмоции, они сразу приходят. И тогда мы начинаем как раз следующую фазу нашу, мы оцениваем, насколько вас сейчас эта ситуация беспокоит. Сейчас, когда вы здесь находитесь, и тот травматический опыт, который случился с вами в детстве. У нас есть специальная шкала измерения. EMDR признан Всемирной организацией здравоохранения как один из самых эффективных методов, наряду с КПТ, работой с травмой. И здесь действительно результаты быстрые. Что происходит? Значит, актуализировалось это воспоминание. Мы замерили по шкале субъективного беспокойства. Насколько сейчас от нуля до десяти вас эта ситуация беспокоит. Где ноль — это нейтральное ощущение этого события, и десять — это самая сильная степень беспокойства. Замерили. Чаще всего в таких случаях бывает очень высокое. Либо девять, либо десять, либо кто-то говорит, да там все сто. Мы замерили, сделали оценку. Также обычно это воспоминание, оно сопровождается какой-то негативной мыслью о себе. То есть сегодня мы здесь, но смотрим туда, и есть какая-то негативная мысль о себе. Что-то со мной не так. Что-то со мной не так. Какой-то я никчемный. Или я там вообще в опасности. Или я не сделала то, что я должен был сделать, то, что я мог сделать или могла сделать. И вот этот образ себя, он очень важен. В МДР это называется негативная когниция. То есть какое негативное представление, какая мысль о себе в той ситуации у вас сейчас есть. Мы ее записываем. После этого нам важно, когда переработается все это воспоминание, негативная когниция меняется. То есть о чем это? То, что была ситуация негативная, но очень много там, где я проявлялся положительно. И вот в процессе переработки эти связи устанавливаются. И за счет этого человек как бы начинает видеть шире. И он говорит, все нормально. Я тогда делаю так, как я мог делать на тот момент. То есть приходит вот это осознание, и мысль меняется. На всякий случай поясню, что негативная когниция это плохие мысли о себе. Абсолютно верно. То есть то, что мы о себе плохого подумали. И они потом меняются на положительные мысли. И здесь мы тоже используем замерительную шкалу, так как это не я как психолог навязываю какую-то свою точку зрения. Я предлагаю клиенту самому оценить, насколько он сейчас верит, что когда он смотрит в прошлое, его положительные мысли о себе, которые он бы хотел иметь, уже сейчас являются правдой. У нас есть шкала от 1 до 7. Где 1 это абсолютная ложь, 7 абсолютная правда. Чаще всего они говорят, нет. Он вообще нисколько не верится. «Очень хотелось бы, но вообще не верится». Это идет вторая фаза нашей работы. То есть третья фаза, когда мы оцениваем. Как только мы сделали оценку, мы начинаем перерабатывать. Из чего состоит переработка? Перерабатывать полученную вот эту самую негативную когницию. Вернее, даже ситуацию, которая привела к этой когниции. В этой ситуации мы просим посмотреть на нее, как на некий фильм, и остановить момент, где есть картинка, которая сильно вызывает эмоции. Самая острая? Самая острая, да. И вот потом, когда мы это все подняли, проговорили, он снова вспомнил, мы просим начать переработку. В чем заключается переработка? У нас есть такой термин, как БЛС, билатеральная стимуляция головного мозга. То есть это двойное воздействие на правое и левое полушария. То есть заключается оно в чем? Мы можем делать бабочку, то есть это телесная проработка. И также обязательно, так как все-таки этот метод с движением глаз, мы задействуем движение глаз. Как это выглядит? Я прошу клиента наблюдать просто за пальцами. То есть либо ручку держу, либо пальцы. Обязательно в этом случае мы выставляем стулья так, как проходящие два поезда мимо друг друга, так, чтобы я не попадала в зону видимости моего клиента. И начинаем проработку. До того, как мы начнем переработку, здесь очень важно, опять же, видеть, насколько установлен у нас контакт. До этой переработки я буду говорить о том и смотреть, насколько ресурсов хватает. Потому что прежде, чем пойти в травматическую ситуацию, нам нужно, чтобы у клиента достаточно было ресурсов. Потому что есть риск ретравматизации. Верно, да. То есть нам надо туда попасть, в эту ситуацию, когда он наполнен ресурсом, когда он может... Есть такое понятие, как одно толерантности. Как раз оно и смотрится. Насколько человек может удерживать себя и здесь находиться, и в то же время смотреть в свой травматический опыт. Насколько человек сейчас, у него жизнь разнообразна. Вот это все. Поддерживает, да. Насколько разнообразна его жизнь. Что есть такого, что его наполняет, чтобы он мог иметь доступ к своим ситуациям, где он расслабляется, отдыхает. Мы делаем на фазе подготовки безопасное место. То есть мы находим это безопасное место, где человеку хорошо, где он чувствует себя безопасно, себе спокойно. Желательно это то, что присутствует каждый день в его жизни. И мы усиливаем это. То есть мы помогаем ему эти ресурсы поднять, сделать крепче, чтобы он на них сам мог опираться. И только после этого мы пойдем в проработку. И в переработке начинается, то есть мы даем такую инструкцию. Пожалуйста, сейчас не держите ничего, никакой картинки. Будьте в процессе. Замечайте, что с вами будет происходить. У вас могут появиться эмоции, могут быть чувства, возможно, какие-то мысли либо воспоминания. Вы все, пожалуйста, это запоминайте. И в течение где-то минуты мы будем делать проработку. Все, что с вами будет происходить, после того, как мы останавливаемся, вы мне рассказываете об этом. И в этот момент переработки могут всплывать у каждого индивидуально. Здесь нет правильного и неправильного. Кто-то говорит о том, что какие-то события начинают вспоминать, что вот здесь я, оказывается, справился, а здесь все тоже хорошо. То есть происходит как раз наращивание вот этих связей, вот этих каналов с адаптационными процессами. То есть там, где адаптировался. И человек как бы себя присваивает себе то, что у него в жизненном опыте уже есть. То есть формирует положительные когницы о себе. Да. Но также, конечно, могут быть и какие-то ситуации, которые также были для него травматичными. И здесь вот это окно толерантности важно. Потому что если оно было достаточным, то тогда он сможет не уйти в ретравматизацию, а он сможет сохранять этот двойной фокус внимания. То есть быть и в настоящем, и в то же время перерабатывать то событие. Конечно, нас обучают специально техникам, которые помогают в этот момент поддержать клиента, не дать ему уйти в эту ретравматизацию, отслеживать эти моменты. И есть определенные шаги и правила, как мы движемся дальше. То есть здесь индивидуально. И это как раз особенность ЭМДР-терапии. То есть это не просто так, что любому человеку можно сказать, да, да, посмотри за глазами, да, там, за рукой последи. Здесь четко нужно понимать, что происходит с клиентом, и какие есть способы помощи ему, если вдруг что-то происходит. Да, здесь очень много нейрофизиологии, потому что мы действительно работаем с головным мозгом, да. Мы работаем с теми процессами, которые происходят внутри. И научно доказанный метод, очень много исследований проводилось, да, и задействована была аппаратура, то есть проводился МРТ головного мозга до сессии, когда у человека есть признаки посттравматического стрессового расстройства. После того, как прошли, например, 10 сессий, да, что потом случилось с головным мозгом. И все это действительно научно доказано и обоснованно. Для того, чтобы получить результат, да, говорят о том, что достаточно, ну, и мы на практике видим, достаточно, в принципе, трех сессий, которые занимают 90 минут, то есть полуторачасовых. То есть 4,5 часа в общей сложности. Да, конечно, за один день мы это все не делаем, да, это определенный процесс. Были исследования и были эксперименты такие, когда на сессию приходили каждый день, да, то есть, конечно, это интенсив некий, но это тоже зависит от того, насколько человек готов, насколько он в ресурсе. Человек зависит, опять-таки, да. Поэтому здесь нет каких-то жестких требований по поводу того, что надо приходить каждую неделю, да. У меня есть клиенты, которые приходят раз в месяц, и при этом они видят результат и ощущают то, что качество жизни начинает меняться. Скажите, а если к вам обращается клиент, который не может в силу своих особенностей личных или темы, которые касаются его травмы, рассказать об этом вслух? Да, у нас есть слепой протокол, он называется, да, то есть возникают такие моменты даже в процессе переработки, когда что-то всплывает, и, например, клиент не может это озвучить. Во-первых, мы говорим о том, что здесь очень важно, насколько у нас налажены отношения, да, контакт, да, с клиентом, потому что должно быть ощущение доверия. И если этот контакт требует большего времени, то, естественно, мы над ресурсированием, на то, чтобы узнать друг друга, будем больше времени этому уделять, да. И если же контакт сложился, все хорошо, но в процессе переработки все равно всплывают какие-то воспоминания или какие-то мысли, которые могут вызывать чувство стыда, да, или просто там он думает, что это не моя тайна, я не могу ее озвучить, слепой протокол позволяет не говорить об этом. Тогда в этом случае мы говорим, хорошо, я вас услышала, пожалуйста, сейчас просто обратите внимание на то, что это сплыло, на то, что вы сейчас это осознание, заметьте, какие ощущения у вас это рождает, да, какие эмоции. Заметьте это, где это в теле, и давайте продолжим нашу проработку. Да, то есть есть такие случаи. Прекрасно. Когда мы можем не озвучивать. Скажите, вот можно ли, предполагаю, как вы ответите, но все-таки спрошу, можно ли какие-то элементы десенсибилизации использовать самостоятельно? Мы можем брать несколько элементов, ну, то есть мы можем, то же самое безопасное место, например, да, это, по сути, про ресурсное место. Оно есть не только в МДР-терапии. Это много кто использует, да, то есть даже, когда мы просто работаем с ресурсами. Мы здесь говорим о том, что это просто определенный этап, да, это определенные упражнения. Та же самая бабочка, есть такой японский метод, как двойное простукивание, да, когда даже для ветеранов это военных действий использовалось, да, когда тоже должна быть ситуация безопасности, и это должен быть человек, с которым установлен контакт, да, можно со спины начать просто похлопывание. Но это не МДР, да, это просто способ, как привести себя успокоиться. Ту же самую бабочку мы тоже можем, если вдруг мы взволнованы, да, мы можем обнять себя. Ну, как бы обнимаем себя сами, на самом деле, и с постукиванием еще. Да, и постукиваем, да. То есть это просто про то, что, ну, чем-то похоже на укачивание, да, согласитесь? Да, убаюкивание, сам себя убаюкиваешь. Вообще бабочка делается, вот если говорить про МДР, то мы просим посмотреть на ладони, вот так сомкнуть, и вот сюда накладываем. Да, вот, и вот так, да. Можем обнять, да, можем использовать вот такую метастимуляцию. Но в основном, конечно, самый основной принцип – это движение глаз. То есть мы можем не подключать даже телесную билатеральную стимуляцию, да, потому что… Только с глазами. Только с глазами, да. Также кроме телесных и визуальных еще у нас есть аудиальная, да, то есть аудиальную систему можем подключать. Это либо будет похлопывание такое вот по этим мочкам. Вообще есть специальные аппараты, но доказано, и все начиналось с того, что работали просто руками, да, то есть сам человек задействован. Все остальные моменты, они облегчают терапию, да, они помогают, но можно и без них. Эффект, в принципе, не меняется. Психотерапия уже освоила онлайн-пространство. Ваш метод как работает в онлайн-режиме? Да, в онлайне работает, сама я тоже работаю в онлайн. Тогда в этом случае нам нужен либо компьютер-ноутбук с большим экраном, если нет такой возможности, бывает так, что там только телефон, да, доступа нет, тогда мы просим увидеть где-то в пространстве, заикорить какие-то места, то есть это могут быть две колонки, да, это может быть стена шкафа и просто стена, да, и тогда клиенту... Простите, заикорить, это значит, ну, как бы зафиксироваться, увидеть на них. Да, зафиксировать. И тогда объясняем, что здесь важно совершать движение без движения глазами, без движения лица, да, головы. Без поворотов. Без поворотов, да, то есть чтобы двигались глаза. Да, в разные стороны. И чем быстрее движение глаз, тем лучше переработка. Если вдруг клиент, мы видим, что он зависает, да, то мы просим продолжить. То есть наша работа как раз за наблюдением, да, за сопровождением, созданием безопасности, за тем, чтобы его сопроводить в этом процессе. Этот процесс похож, ну, понятно, что мы не можем его проверить, но он очень похож на то, когда мы спим, да, и в фазе быстрого сна мы перерабатываем ту информацию, которая скопилась за день. Вы сейчас очень верно подметили, вот даже когда ребенок был маленький, вот он спит, а у него глазные яблоки в это время внутри, под веками двигаются. Это было для меня тогда очень удивительно, что такое происходит. А потом оказалось, что это вот как раз природно заложенный механизм уже, очистка. Абсолютно верно, да. То есть и здесь, конечно, мы не можем, по крайней мере сейчас, еще доказать, что да, вот когда спит человек, все то же самое происходит, да, но процесс очень похожий. Да, в результате терапии у человека происходит тоже облегчение, да, есть такое состояние, как говорят, ой, спать хочется. Это прекрасно. То есть это получается, что вот это напряжение уходит. Какой? Да. Еще я говорю о том, что смотрите, когда мы попадаем в какую-то стрессовую ситуацию, да, в травматическую ситуацию, мы замираем. То есть все наши бега сосудистые системы, да, она словно немножко замедляется, да, и человек не может из-за этого выбраться сам. А здесь что мы делаем? Мы актуализируем это состояние, как будто оно пришло здесь сейчас. И словно даем прожить другой опыт. Вот. Я же шевелюсь, я живу, то есть что... Я не замерла, я жива, и я могу что-то делать. Да, да. И получается вот этот вот двойной фокус на том, что да, я в этом состоянии, но в то же время я и функционирую, и мы дышим, да. Такую перенагрузку головного мозга даете мощную. Да, так и есть. Есть еще направление, то есть следующий этап, да, все же научные методы развиваются, да, то есть есть такой геймдяр 2.0. И там как раз концепция на том, что нам нужно нагрузить рабочую память больше. То есть в этом подходе мы работаем с тем, что нагружаем больше. То есть мы даем еще возможность шагать, да, и при этом еще песни петь. И еще я могу, как психолог, еще давать еще что-то, например, считать. Либо я могу песни петь, а клиенту сказать, давайте считать от одного до ста, ну, пожалуйста, к одному прибавляйте десятками, да, до ста доходите. Концентрация, чтобы сохранилась, да? Да, да. То есть мы даем больше нагрузки в настоящем. И да, от этого есть некое ощущение усталости, но вот это вот воспоминание, оно переработается очень эффективно. Я знаю, что на психотерапию невозможно человека привести против его воли. Как с вашим методом, если мы говорим о том, что у вас лечатся люди буквально после очень серьезных, ну, околосмертных ситуаций? Конечно, невозможно привести и здесь, да, потому что про окно толерантности, опять же, насколько он готов. В ресурсе. Насколько он в ресурсе. Бывает такое, что детей приводит, да, то есть МДР также работает с детьми, замечательные протоколы, и как в обычном консультировании терапии, мы, конечно, узнаем запрос ребенка, да. И здесь запрос родителя, он может отличаться от запроса ребенка. И здесь очень важно, если родители самого что-то тревожат, а ребенка нет, то с кем мы будем работать? Да, с родителем, конечно. Здесь все это сохраняется. Ну да, ребенок-симптом в семье в первую очередь. Скажите, как я как клиент пойму, что процесс пошел? Если это касается флешбеков, да, вот этих воспоминаний, которые всплывают, то они перестают всплывать, да, то есть нет этих тяжелых воспоминаний, которые постоянно мелькают перед глазами. Телесные ощущения меняются, открывается больше, человек больше открыт происходящему в настоящем. Он больше чувствует в себе ресурсов, он больше готов к коммуникации, он больше не застревает в этом состоянии. То есть получается, он как будто больше чувствует приток энергии, да. Если мы говорим, что любая капсула как бы прерывает, перерезает поток энергии, то здесь получается общий энергетический поток или ресурс, он чувствителен, более чувствителен. Открывается, да, и меняется вот эта мысль о себе. Что очень важно. Что очень важно, да. То есть он больше не застревает в этой негативной мысли о себе. То, что после переработки, как я уже говорила, вот когда происходит связь, восстанавливается со всеми адаптационными моментами, да, она восстанавливается, связь, и человек видит себя уже более способным. Вот это вот ощущение, что я в опасности, оно уходит или где-то я никчемный, да. То есть появляются новые нейронные сети. И правильно я вас поняла, что достаточно от трех или до трех, от трех, наверное, да, до скольких сеансов? Смотрите, здесь все зависит, конечно, от проблемы, с которой пришел клиент, да. В МДР есть восьмифазный протокол. В таком наилучшем варианте развития событий, да, может произойти так, что все эти восемь фаз мы пройдем за три сессии. Но иногда этого бывает недостаточно, и приходится больше этому внимания уделять. Вот. И такой момент, что мы работаем эти восемь фаз, в принципе, со всеми воспоминаниями. То есть сначала мы смотрим триггеры, потом мы смотрим прошлое, запускаем весь вот этот протокол переработки с прошлым, там переработали, изменили, инсталлировали, завершили. И потом мы переходим к триггерам в настоящем, все ситуации, которые в настоящем. Вызывают воспоминания. Да. Если их много, то, естественно, временно на это тоже, да. То есть сначала мы с одним поработаем, потом мы со вторым поработаем, с третьим. И следующий этап мы работаем с будущим. Потому что, к сожалению, наша психика так устроена, что мы себя можем иногда напугать чем-то больше, чем на самом деле это может обернуться. Нарисовать себе такое будущее, которое будет пугать нас больше, чем настоящее. Хотя его, по сути дела, не существует. Верно. Смотрите, метод же американский. Обучают сейчас специалистов российских в России? Или нужно обязательно за рубеж ехать учиться? Школ на самом деле много, да. Но я сама являюсь членом ассоциации ЕМДР России. И для меня это важно, учиться именно у тех, кто непосредственно обучался у Фрэнсина Шапира. Я проходила обучение у Диорона. Он является президентом Израильской ассоциации. До недавних пор он был единственным человеком с правом преподавать в России. Сейчас у нас есть прекрасный преподаватель Юлия Малик, которая прошла большой путь для того, чтобы стать преподавателем. И я обучалась у них. На обучение ЕМДР берут только клинических психологов или людей с высшим психологическим образованием. Да, с высшим психологическим или медицинским образованием. Или медицинским. Я знаю, что ЕМДР как метод пришел к нам где-то в десятых годах. 12 лет уже, в общем-то. Да, да. То есть как раз москвичи и питерцы объединились, вместе начали приглашать преподавателей. И надо сказать, что популярность метода, она растет, потому что действительно видят, насколько это эффективно. Ну, все зарождается, к сожалению, много эффективного сейчас зарождается, к сожалению, не у нас. Хотя я знаю, что наша психологическая школа, она очень сильная. И мы можем воспользоваться тем, что уже изобретено, то есть пользоваться этим для того, чтобы идти дальше в ногу со временем. Развивается так, как развивается. Просто я знаю точно, что, ну, опять-таки по отзывам, что у многих людей останавливает приход в терапию именно длительность процедуры. Недешевая вещь, да. И когда, допустим, психоаналитик говорит, что мы с вами должны минимум 15 сессий заранее договор заключить, вот этот вот контракт, и человек сразу вот так вот встает, он уже внутри себя посчитал, «Да лучше я останусь таким, какой есть, чем такие деньги платят». Ну, это такая очень специфическая мысль, но она присутствует. И тут мы знаем теперь, что есть такой метод, который работает быстро, очень эффективно, и по конкретной методике, без вот этого интегративного подхода, который сейчас очень модный, прямо вот четко по методике, практически как медицинский подход, протокол, да, все с соблюдением всех требований протокола, и на выходе прекрасный результат, который можно достичь в общей сложности через 4,5 часа. Это фантастика, это фантастика. Ну, не все готовы. То есть, опять же, как в любом методе психотерапии, мы имеем то, что имеем, защита психологически, да. Иногда клиенты не понимают о том, что на самом деле... Как это? Вы так помашете, и у меня все пройдет? Я прям считала это. Да, есть такое, что это так легко, вот просто там махать, да, и деньги зарабатывать, говорят, да. Вот. Понятно, что здесь нужно психообразование, да, поэтому мы рассказываем именно эти процессы. Есть специальные карточки, которые я показываю, для того, чтобы объяснить, как работает наш мозг, что это происходит, да. И если есть такие клиенты, которые приходят, и хотят все равно еще больше говорить, ЕМДР все-таки это неразговорная методерапия. Неразговорный жанр вообще. Да, да. Но никто не отменяет, что мы все равно разговариваем, да. То есть, мы можем вносить и разговорную терапию здесь. Она вообще может являться, ЕМДР может являться составной частью любой терапии. То есть, здесь, пожалуйста... Встраивается хорошо, да? Да, комплексный подход. А сколько идет ваша связь? Полтора часа, я правильно поняла? А может быть, 50-60 минут, может быть, и до полутора часов. То есть, вот это рекомендуемое время. Вот, и, конечно, не все готовы... Как рассуждает обычный человек? Вот, у меня есть нечто беспокоящее воспоминание. Мне с этим плохо жить, но я уже как-то привык. А сейчас я пойду к психологу, и что опять это вырошить? Я не хочу. Я не хочу это вырошить. Зачем? Уж ладно. Есть оно у меня. Я уже как-то привык с этим жить. И поживу с этим. Как обычным людям, которые хотят что-то в себе менять? Как вас находить? Где? Где вы вообще? Ну, я конкретно работаю в психологическом центре For Life. Это центр при институте, Павловского института непрерывно-профессионального образования, да. О специалистах, а других, которые работают в нашем городе, такие есть, которые в МДР, да. Я могу говорить только о тех, кто обучался в ассоциации. То есть, есть сайт mdr.ru, да. И мы можем увидеть там специалистов по всей России, и не только по России, те, кто обучались в ассоциации. Хочу обратиться ко всем и сказать о том, что ваше психологическое, психическое состояние в ваших руках. Если вы чувствуете, что вам нужна помощь специалиста, если есть какие-то навязчивые ощущения, мысли, воспоминания, которые не отпускают вас, которые не дают вам качественно проживать вашу жизнь, получать полноценное удовольствие от вашей жизни, приходите. Специалисты работают. Мы рады быть проводниками к вашим новым изменениям в вашей жизни, к облегчению вашего состояния. Желаю вам слышать себя, заботиться о себе, быть в контакте с собой и помнить о том, что самое главное, то, что вы можете сделать для себя, это позаботиться о себе. И когда есть эта душевная гармония, равновесие, тогда и мир становится вокруг, видится по-другому. И людям, которые с вами, тоже они это видят, и их состояние тоже меняется. Заботьтесь о себе. Всего вам доброго. Я в свою очередь напомню, что с нами сегодня встречалась специалист по терапевту по EMDR Эльвира Ильдаровна Салихова. Поэтому интернет нам в руки. Ищите специалиста, находите, позаботитесь о себе. С вами была передача «Фокус на человека». В студии работала Наталья Ежова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok